В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В День памяти и скорби в муниципалитете прошли торжественные митинги. И сегодня мы точно знаем, что мы – поколение победителей. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров посетил компанию «Мосмек недвижимость». Турбинку, которую делали раньше только французы и немцы, освоили сами. Первый гражданский форум «Социальная сфера» состоялся в Видном в рамках федерального проекта «Здравконтроль». Нужно правильно понимать, что общественная палата наделена правом общественного контроля. Накануне Дня памяти и скорби вечного огня на Аллее Славы в городе Видное прошел торжественный митинг. В нем приняли участие представители администрации, депутатского корпуса, совета ветеранов и других общественных организаций муниципалитета, а также неравнодушные жители Ленинского городского округа. Вечером накануне 22 июня на Аллее Славы многолюдно печальная дата, напоминающая о начале Великой Отечественной войны, собрала людей, чтобы почтить память героев. Открыла торжественный митинг заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Мы с честью несем это гордое слово победа. В адрес победителей народа великого хочется сегодня поклониться. И мы, вспоминая в эту дату каждого, тех, кто в тылу трудился, тех, кто на фронте ковал победу, низко кланяемся. Все выступающие призывали беречь историческую память, передавать ее потомкам, гордиться подвигами поколения победителей и брать с них пример. Война. Какое страшное слово. Война. Она разрушает. Она отнимает. Она лишает. 90 тысяч городов, сел и деревень было стерто с лица земли. Но наш народ восстановил, построил. И только миллионы жизней невозможно вернуть назад. Участник специальной военной операции Дмитрий Белицкий отметил, что раннее утро – самое опасное время и в нынешних боевых условиях. На войне в это время начинается вот как раз таки работа. Либо же в атаке идут, либо же, как вот творит наш противник, бьют по мирным. Потому что мирные не ожидают, что в 4 утра вот что-нибудь такое произойдет. Великая Отечественная война коснулась практически каждой советской семьи, у которой своя история и свои герои. После минуты молчания вечный огонь украсили сотни красных гвоздик. Взрослые дети несли цветы в знак благодарности за мирное небо. В рамках партийного проекта «Единая Россия. Историческая память» завершился митинг акции «Свеча памяти». Из зажженных лампад волонтеры выложили дату самых трагических лет в истории нашей страны. Наталья Буслаева, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Продолжились памятные мероприятия на Аллее Славы уже 22 июня. Там прошла всероссийская акция «Минута молчания». 22 июня, в День памяти и скорби, на Аллее Славы собрались жители города, чтобы вспомнить тех, кто отдал свои жизни на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. К собравшимся обратился глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. «Сегодня мы точно знаем, что мы – поколение победителей. Очень важно, чтобы мы гордились силой и мужеством наших героев. Мы преклоняемся перед ними. Наш долг бережно и верно хранить память о нашей истории, о нашей победе, о наших традициях». В этот день по всей стране проходила всероссийская «Минута молчания». Собравшиеся склонили головы в память о тех, кто не вернулся с войны. Для старшего поколения подобные мероприятия очень важны. Свидетели тех страшных дней до сих пор с замиранием сердца вспоминают о военном времени. «Очень хорошо, что это не забыли и не забывают. И, конечно, надо, чтобы особенно молодое поколение как-то передать эту традицию, чтобы они всегда помнили об этом дне, о дне, когда их деды, бабушки приняли участие в этой войне и отстояли нашу страну». В церемонии принимали участие юные жители округа, члены движения «Юнармия». По их словам, им важно чувствовать причастность к истории своей страны. «У меня дедушка, он не воевал, но он все это проживал, и нам рассказывали про это. Он получил травму даже. И очень тяжело было смотреть на него, как он это… То есть по нему было видно, что вот ему было тяжело. Но они справились. И чтобы нам доказать, что они сильны». Завершилось мероприятие возложением цветов к вечному огню. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. А вечером 22 июня на площади у кинотеатра «Искра» прошел концерт, посвященный Дню памяти и скорби. На мероприятие побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Мероприятие по случаю Дня памяти и скорби проходили 22 июня по всей стране. Вечером на площади у кинотеатра «Искра» состоялся концерт с участием творческих коллективов Ленинского городского округа. «В этот день мы не забудем то, что сделали наши деды, наши прадеды, то, что они спасли нашу Россию, то, что они не превратили в кабалу фашизма. И поэтому я считаю, что каждое поколение должно отдать долг памяти и долг чести». Со сцены прозвучала специально подготовленная программа. Репертуар составляли любимые и знакомые всем песни. «Святой день для каждого. У каждого есть личная история, которая сочетается с историей страны. Мы поем сегодня песни современные, мы вспоминаем лучшие песни Великой Отечественной. Мы отдаем память всем, кто погиб». Среди зрителей были и те, кто своими глазами видел ужасы военных дней и не может вспоминать о страшных страницах истории нашей страны без слез. «Отец погиб на фронте, под Харьковом. Ну а мы переживали голод и холод и все видели. Страшен вспомнить даже. Могу я вспоминать». В организации концерта принимали участие волонтеры Подмосковья. Как известно, патриотическое воспитание – одно из важнейших направлений в деятельности общественного движения. «Каждый раз сердце еще имеет от того, как тяжело было людям в то время и как они все это переживали. Это очень важно помнить, важно вспоминать такие моменты наших прадедов, дедов, отдавать им честь в этот день и помнить о них всегда». Зрители подпевали артистам и благодарили их за композиции, которые возвращают нас на десятилетия назад, в годы великого мужества советского народа и фронтовых подвигов. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров продолжает знакомство с предприятиями муниципалитета. На этот раз он посетил компанию «Мосмекнедвижимость», владеющую крупным производственно-складским комплексом, а также познакомился с работой одного из арендаторов объекта «Слово» Екатерины Коваленко. Здесь закаляется сталь. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров посетил компанию «Эстикроун» – одного из крупных игроков рынка промышленного производства. Находится она в видном на Белокаменном шоссе. В начале визита была устроена краткая экскурсия по территории. «Турбинку, которую делали раньше только французы и немцы, освоили сами, которые дают высокое давление газа. Я правильно понимаю, что здесь вы все собираете, а дальше, чтобы он не монтаж?» «Да, и у заказчика все это дело монтируется. Вакуумные печи, атмосферные термокамеры, печные горелки. Словом, все, что помогает упрочнять металл, является основной продукцией «Эстикроун». В числе заказчиков предприятие ВПК. Среди партнеров крупнейшие отечественные и зарубежные компании. Так, в ближайшей перспективе организация совместного производства пил для резки стали и сплавов с китайской корпорацией «Симпсон». Планов много, и при слове «санкции» руководитель «Эстикроун» только улыбается. «Лучше, чем до санкций. Это сказалось очень хорошо вообще для нашей промышленности, и, собственно, для нашего предприятия в частности, потому что мы смогли выйти в те ниши, которые были заняты западными производителями, и куда пробиться было практически невозможно». Коллектив «Эстикроун» почти 100 человек, и большая его часть видна в чане и жители округа. Работает компания в муниципалитете с 2006 года. Производственно-оскладской комплекс арендуется у акционерного общества «Мосмек недвижимости». Его территория и стала второй частью визита главы муниципалитета Станислава Каторова. «Собственно, вот здесь второй вход, вот новое помещение». Конечно, обойти все 20 гектаров и производственно-оскладские помещения площадью 135 тысяч квадратных метров очень сложно. Но за время часовой экскурсии очевидно. Промышленная недвижимость в Ленинском округе пользуется стабильным спросом. Сейчас, например, у «Мосмек недвижимость» более 50 арендаторов. «Наш округ, так как находится достаточно близко к Москве, он очень интересен компаниям, потому что это, можно сказать, склады последней мили, которые очень удобны для компании, чтобы доставлять товары в Москву». В скором времени объекты компании планируется реконструировать. Кроме того, на следующий год запланировано строительство складского комплекса класса А. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Первый гражданский форум «Социальная сфера» состоялся во дворце спорта «Видное» в рамках федерального проекта «Здравконтроль». В мероприятии приняли участие более 200 жителей Ленинского и Домодедовского городских округов. Цель форума «Социальная сфера», организованного Общественной палатой Подмосковья, заключается в улучшении качества и доступности медицинской помощи и социальных услуг для населения. Это достигается путем обсуждения и разработки системных решений по основным вопросам с участием общественных институтов и активных жителей. То, что возникают всякие раз очередные вопросы в адрес, будь то социальной сферы или здравоохранения у населения, это только самое важное и главное, что это повод к следующему шагу развития. Муниципальные общественные палаты озвучили недостатки, на которые стоит обратить внимание, а жители получили возможность задать свои вопросы представителям власти прямо на мероприятии. Когда сегодня общественные палаты муниципального уровня говорили о проблемах в здравоохранении, в социальной сфере, нужно правильно понимать, что общественная палата наделена правом общественного контроля, но при этом мы также говорим о лучших практиках, и их очень много. Одним из наиболее острых вопросов остается закрытие несколько лет назад фельдшерско-акушерского пункта в деревне Калиновка. Однако в соседней деревне Сопроново уже строится большая поликлиника. Сделайте нам модуль. Модуль. Есть земля. Она оформлена именно под модуль. Все коммуникации подведены. Смотрите, программа строительства фабов, во-первых, у нас утверждена на ближайшие три года. Где было больше всего нуждающихся, мы эти фабы поставили. Но я все-таки еще раз возвращаюсь к разговору о том, что в деревне Сопроново 750 посещений в смен, в Калиновке 535 посещений в смен. Внедрение современных технологий в сферу здравоохранения не только позволяет упростить получение ряда медицинских услуг для пациентов, но и вызывает некоторые сложности. Больше людей обращают внимание на работу электронных сервисов. Нас это нельзя сказать, что это не радует. Это, наоборот, нас мотивирует на то, чтобы как можно больше сервисов перевести онлайн и выдачу справок, и в том числе анализы должны людям приходить. На форуме обсуждались важные темы, такие как строительство, ремонт медицинских учреждений, оснащение их современным оборудованием, привлечение новых медицинских кадров, а также доступность инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Вопросы сегодня касались, в первую очередь, социального такси, доставка, проезд инвалидов, родителей с детьми инвалидами, это то, что касается медоступности. Дальше были вопросы технических средств реабилитации. По итогам форума составили резолюцию с озвученными вопросами, на каждый из которых будет дан четкий ответ и поручение. Всего в 2024 и 2025 годах пройдет 20 таких форумов во всех городских округах Подмосковья. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видное приехал чемпион мира по боксу Марк Петровский, для того, чтобы провести обучающее занятие для воспитанников бойцовского клуба, заслуженного тренера России, спортсмена Артура Варданяна. Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Марк Петровский – российский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой и супертяжелой весовой категории. В ноябре 2021 года он стал чемпионом мира в категории свыше 92 килограммов. Спортсмен специально приехал в Видное, чтобы провести мастер-класс по боксу для воспитанников клуба единоборств, заслуженного тренера России Артура Варданяна. Это очень важный процесс для подготовки наших юных спортсменов. Не то, чтобы каждый боец имеет свои фишки, это сама собой свои приемы, тактика к боеподходу. А вот насколько важно, что дети видят, что есть такие грандиозные люди, которые достигли самых высоких вершин в спорте и берут напрямую пример таких спортсменов. И это дает огромнейший стимул для дальнейшего продолжения быть в спорте. Артур Варданян регулярно приглашает именитых спортсменов. В выборе чемпионов участвуют те, кто занимается в бойцовском клубе. В этот раз путем голосования в социальных сетях выбрали именно Марка Петровского. Он показал ребятам свою методику тренировок абсолютно бесплатно. Вперед, давай прыгаем на меня. Вперед, назад. Вперед, назад. Крючок снова сетей. Тогда назад. Вперед, вперед. И вот так работаем. Мы должны своим примером показывать, что можно тренироваться, можно добиваться. И несмотря на какие-то травмы, поражения, боли, нужно заниматься, выступать, и все получится. Если мы, спортсмены, будем абстрагироваться от всех людей, мы не нужны тогда, становимся. Секцию посещают как дети, так и взрослые. Эта тренировка была предназначена не только для профессионалов, но и для любителей. Все присутствующие внимательно слушали и повторяли движения опытного спортсмена. Для ребят это была уникальная возможность получить бесценные навыки от действующего чемпиона мира. Узнала там, как правильно двигаться, как правильно бить удары. После тренировки Марк Петровский оставил на память свой автограф. В планах у Артура Варданяна приглашать и других спортсменов, для того, чтобы они передавали свой опыт и тем самым помогали вырастить новых чемпионов нашей страны. Юлия Стаферова, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.